Непростое время пандемии внесло коррективы в деятельность депутатов, однако и в этот период Вячеслав Фетисов продолжал быть на связи со своими избирателями удаленно. Сегодня же депутат Государственной Думы России имел возможность встретиться с жителями Ленинского городского округа лично. Первыми в приемную вошли жители жилого комплекса «Усальба Суханова». Три года люди не могут добиться того, чтобы третий корпус микрорайона поставили на кадастровый учет. Так сказать, узаконить свое проживание здесь. Все люди, практически все взяли в ипотечное кредитование квартиры. У нас молодые семьи, у нас пенсионеры. Больше 200 семей страдают от междоусобиц собственников двух соседствующих земельных участков. Владелица земли рядом с жилым комплексом ставит палки в колеса собственнику ЖК. Суды длятся уже три года. Застройщик получил право застраивать. Все было согласовано. Эта мадам, появившись на горизонте после того, как началась стройка, начала процесс против людей. Якобы балконы вновь построенного корпуса, где, кстати, должны проживать 300 семей, которые заплатили, и они живут, не могут получить регистрацию. Это социальные добавки, это детский садик, это школа, это просто нервотрепка этих людей. Вячеслав Фетисов намерен добиться справедливости и помочь жителям усадьбы Суханова. Надеюсь, суд завтра примет правильное решение. Все-таки вместо инстанции приняли решение в пользу жителей. Ну и надеюсь, что, в общем, разум возобладает. Но мы будем следить за этой ситуацией, будем обращаться и в Генеральную прокуратуру дальше. Ну, в общем, у нас есть сегодня возможность, так скажем, более влиятельным статусом депутата Госдумы добиваться правды для людей, которые сегодня, в общем, страдают. А Михаил Надбитов посетил депутата Государственной Думы, чтобы попросить помощи в вопросе улучшения жилищных условий. По традиции на приеме присутствовал глава Ленинского городского округа, который данный вопрос взял на личный контроль. Заслуженный человек, сотрудник медицины, муниципальной медицины, который 43 года отработал в отрасли, оказывал помощь на скорой помощи. То есть, почему за все это время не случилось предоставление квартиры, эта история, она требует, ну, по крайней мере, изучения. Что касается текущей ситуации, то мы прекрасно понимаем, что Михаил Башаевич, он уже находится на пенсии. И вот таких формальных оснований предоставления жилья сейчас, оно, безусловно, отсутствует. Тем не менее, есть еще основания по поводу политических репрессий, которые он озвучил, повторюсь, требуют более пристального изучения. Если вы хотите встретиться с Вячеславом Фетисовым, задать свой вопрос, попросить о помощи в решении важного дела, следует заранее записаться. Помимо личного приема, народному избраннику можно направлять письма на электронную почту. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.